Какая сейчас комедия произошла. Ибис летел очень-очень низко и чуть китайца в голову не клюнул. Тот присел. Если бы не присел, тогда бы было столкновение. Там у них гнездо. А мы сейчас находимся в Хёрствеле. Ребят, мы купили здесь шашлык. Я уже вам рассказывала в прошлый раз, когда мы здесь были. По-моему, я вам показывала сейчас на трейн-стейшн. Вы как только заходите, поднимаетесь на второй этаж. Сразу же с правой стороны здесь делают шашлык. Ребята, самый вкусный шашлык. Мне так нравится, так что мы сейчас внутри его есть не будем. Потому что там столько народу толпится. Или здесь на улице посидим, или... Или-или. А сейчас я вам скажу, ребят, вот видите, вот сейчас... Сейчас мы пройдём, и это я для сиднейцев, кто находится в Сиднее. Сейчас, вот мы подошли. Если кто не знает... Вот здесь, на втором этаже, находится русскоговорящий такс-агент. Так что, ребята, его имя Виталий, Виталий Исламов. Кому надо делать таксу, вот здесь. Кто не знал, можете обращаться сюда. Ну и в этом районе здесь более-менее такие, я вам скажу, божеские цены на продукты. Баранина. Баранина. Говядина. Сплю, баранина. Вот баранинка. И здесь это тоже так, цена более-менее, 35 долларов. Потому что в других магазинах там и по 50 есть, и по 60. Это китайский район. Я не знаю, тут, наверное, живут 90% китайцев. Очень жалко, что здесь нету цен. Я люблю сюда приезжать. Ну, конечно, в такой ситуации много тут не потолкёшься, чтобы от греха подальше. А это что? Ага, это здесь, значит, магазин с телефонами. Почём? Хуавей 350. Опа. Опа. Ах ты ж. Как? Чихнул. Дожились. Здесь отчиха шарахаться надо. Опа. Самсунг. 300 долларов. Мисс Сайгон. Ресторанчики открыты. Но сюда ты можешь, по-моему, зайти, если у тебя две пипеточки. Здесь находится секонд-хенд-магазин. Я сейчас, смотрите, он открыт. Я, возможно, зайду. Но мне давным-давно тут сказали, снимать нельзя. Это вообще, знаете, для меня удивление. Мне вот интересно, какая логика. Ну, а почему не снять? Вот, вот стоит добро. Ну, почему его не снять? Что это такое? Военный объект. Там зеркало. Зеркало сколько стоит? Не вижу отсюда. Ничего не вижу. Ничего не слышу. Ничего никому не скажу. Ну, я попробую зайти. В общем, ребят, видите? Манюсенький шашлычок. Манюсенький. И вот такой вот пять штучек стоит 10 долларов. Тут, конечно, шашлычок на два куся. Итого 10 кусей и нет шашлычка. Кусь стоит 1 доллар. Прогулялись немножко со мной. Ребят, какой шашлык вкусный. Ой, вообще, просто... Не могу. Хочу в Казахстан. В Казахстане самый вкусный шашлык на свете. А я ей, когда заказывала, я попросила, чтобы она мне такой жирненький выбрала. Знаете, как у меня холестерина не хватает. Я таблетки от холестерина принимаю. Ой. Ребята, я вчера очень поздно легла спать, потому что я делала видео на второй канал. И, в общем, проходила, пробродила я, уснула в четвёртом часу утра. Проснулась в семь часов утра. Ещё походила. И думаю, нет, надо мне прилечь. Иначе это не дело. Иначе я буду ходить целый день падать. И уснула. Снится мне сон. Как будто я потеряла телефон. Вот этот, на который я сейчас снимаю. Это... Который я купила очень-очень дорого. Не потому, что я гонюсь за словом техники, а потому, что здесь по отзывам была самая лучшая камера, которая сейчас только есть. Ну, я не знаю. Лучшая, не лучшая. Но я во сне потеряла телефон. И я бегаю. И так мне его жалко. Это ж какие деньги я потеряла. Потому что за телефон я, ребят, заплатила 1850 долларов. По мне, по мне бы вообще пойдёт телефон за 100 долларов. Но, чтобы получались хорошие видео, конечно, мне пришлось заплатить такие деньги. Но я очень довольна. То, что вы, наверное, уже все заметили, когда я вам стою и, допустим, делаю видео, ну, намного дальше это может снять. И я мечусь, мечусь. И никак я его не могла найти. И мне больше всего было, думаю, Боже, там же столько много видео у меня наснято. Это же всё у меня пропадёт. И я бегала среди людей. Я нашла какой-то гаджет. Я не знаю. Это был что-то вроде айпада. Ну, какой-то маленький. Я его взяла. Стала пальцем тыкать. Думала, что... Ну, вот потом во сне смотрю, нет. Это не Самсунг. Потом нашла какой-то я другой разваленный телефон. Потом думаю, а если мне позвонить с телефона на мой телефон, он где-нибудь зазвенит, и я его найду. И вот я начинаю набирать, а оно, зараза, не набирается. И вот, знаете, вот уже несколько раз мне снится сон. Это, ну, не знаю, там... Ну, может, раз пять во сне я пыталась набирать номер. И у меня... То я номер не могу вспомнить во сне, какой у меня. Ой, ребята! Склероз, он даже во сне тебя преследует. Вот такая память. А вы во сне свой номер набирали? Вот мне интересно, или это я... Или это со мной что-то не так? Ну, в общем, бегала я бегала, так я телефоны не нашла. Вот такие дела. Ребят, ну, что ещё хочу сказать. Эти пики, которые на потолке поселились у нас, вот почему я про них вспомнила. Они сидели мирно, и сейчас опять пропикались. Это ужас! Это ужас! Они то молчат, то начинают передвигаться по потолку, то они в углу сидели, я вам показывала, где. Потом они уже передвинулись, ну, почти что на два метра. Потом там какой-то на потолке начинается грохот, а у нас же здесь как? У нас, как вам сказать? Нету такого. У нас потолок, это просто джиброк, джиброк это на английском, а на русском. Гипсокартон. Потолок из гипсокартона. Всё. Дальше уже идёт крыша. Так что, если здесь пойдёт какая-то буря, снесёт черепицу, мы, считай, будем сидеть голые, потому что гипсокартон тебя не спасёт. И вот эти пики, возможно, это даже пикины родители. Я не знаю, я вам говорила, там сидел кто-то один, пикал, а теперь их там, по-моему, возможно, парочка. И они там начинают чем-то грохотать, что там такое находится, я не знаю. Вот сейчас опять притихли, а то уже начинается у них голос прорезываться. И говорю, что проблема в том, даже если мы вызовем службу, ну, ты ж не будешь попугаев сейчас замуровывать, чтобы они там, чтобы из них под крышей мумии получились. Придётся мне, бедные, терпеть и мучиться, пока они не улетят. Ну, такие дела, ребят. У нас сегодня тоже было очень тепло, и вот я даже сейчас сижу, и на мне уже нету зимней пижамы. Вот так. Дорогие мои, ну, а с вами была Элла Австралия, и мы увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие, пока.